В обстановке, я бы сказал, взаимной дружбы, потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации, и некому, собственно, давить на народ. Следующая выступающая тема Сталин о завершении строительства и полной и окончательной победе социализма. Казенов Александр Сергеевич, доктор философский наук, профессор, руководитель Ленинградского отделения Фонда Рыбочей Академии. Приготовиться Тимошенко Татьяна Александровна. Да, вот работая над этой темой, я подумал, как долго я живу. Я пережил семерых глав государств. Начинаю с Серёныча Сталина. И вот уже Владимир Путин заканчивает, я всё-таки надеюсь, свои правящие дни. Хотя неизвестно, мы доживём ли до его конца. Но вот долгое время. И преподавал я своим студентам. Писали учебники, что Советский Союз, социализм в Советском Союзе победил полностью и окончательно. И так это было тепло на душе. Думаю, хорошо, вот социализм победил полностью и окончательно. Вот так, что можно отдыхать и загорать. Но вот мы уже живём почти четверть века, не почти четверть века, без социализма. То есть мы не только социализм построили, но уже и потеряли. И как-то не построили. Товарищи, просьба не перебивать докладчика. Как воспитание. Построили и уже и потеряли. Хотя формула полностью окончательна. И вот эта тема осуществления революции в одной стороне, построения революции в одной стороне, она сопровождала всё это историческое время, начиная ещё с дореволюции, значит, во время революции, во время строительства социализма, при социализме. И сегодня мы, в общем, в значительной мере дискутируем по этому вопросу. И я, значит, уже статей несколько написал на эту тему. И всё равно, значит, такое противоречие, такое качание, ну, в какой-то мере испытывают. Хотя, конечно, нам проще почему-то, потому что мы всё-таки знаем законы, категории там и так далее. Но мне вот именно хочется, чтобы вместе со мной задумались и другие над этой темой. Всё-таки что значит построили-то полностью окончательно? Построили ли? И когда же построим-то, наконец? Да, скажем, сегодня есть Китайская Народная Республика, есть Северокорейская Народная Республика, вот есть Вьетнам, другие страны. И вроде бы социализм есть, но вроде всё идёт нормально. Хотя, в то же время, я думаю, многих и вас не покидает вот это ощущение, значит, такой настороженности, опасения, прикидывания, как это всё дальше пойдёт. Скажем, завершится ли в Китае переходный период в положительном смысле? Или не произойдёт ли там откат? Ведь, скажем, в этом году Китай отмечает 70 лет-то, да? 70? 49-го-то 70 лет? Да, 70. 70 лет. Вот мы-то ведь 72 года, или 74, да? И ревизионисты разорили, и буржуазии разорили Советский Союз. Так что вот сейчас Си Цзиньпин руководит, вроде уверенно, смело. Но когда произойдёт смена, что будет? Все уверены, что социализм будет продолжить в Китае. Но будем надеяться, конечно, верим в это, хотим помочь, насколько можем. Но проблема, она есть. Почему она есть? Она есть, во-первых, потому что она была сформулирована или как бы предполагалась у самих Марс и Энгельса. Скажем, Марс пишет, исходя из предпосылки, что революция произойдёт одновременно в развитых странах. Одновременно, если произойдёт, пишет Марс, то понадобится 15-20, а может быть 50 лет революции и контрреволюции с тем, чтобы рабочий класс не только преобразовал общество, но и самого себя научился господствовать. И вспоминая рабочий класс 50-х, 60-х, а я сам был рабочим классом 60-х, я думаю, что вот в 60-х мы ещё не научились, я уж не говорю о том, что не выработали привычки господствовать. Скажем, я на производстве чувствовал себя таким социалистическим, свободным человеком. Это середина 60-х годов. Духовным, прежде всего. Каким? Духовным. Да, духовным, образованным. Да, я закончил школу с серебряной медалью, мне казалось, я всё знаю, не только школьную программу, но и искусство, кино, балет, песни, оперы и так далее. Но на производстве всё равно, значит, есть вот начальник, есть профсоюзный ВОЗ, который, в общем, ну, там взносы собирает, а всерьёз нами не занимается. То есть никаких навыков управления производством не только не было, но даже не приучали к этому, не ставили и так вопрос. Это уже был закат хрущёвской эпохи. Ну и когда история, что называется, пошла не так, не одновременно в развитых капиталистических странах, а в одной отдельно взятой стране, то сразу вспоминается, что и эта проблема, она Марксом и Энгельсом обсуждалась. Причём не кем-нибудь, не с кем-нибудь, а с Верой Ивановной Засулич, русской революционеркой, причём такой женщиной-основательной, серьёзной, там, без дураков, без скидок, там, на пол, возраст и так далее. Как Томила Осина. Только не в таком темпераменте, она была поспокойнее. И регламент. Да, и регламент она соблюдала. Да, так она написала письма Марксу, и Маркс четыре варианта письма ей написал, четыре, послал только один. То есть непростая была задача ответить на вопрос, ну а как вот революция-то будет, возможно ли революция в России-то? И Маркс ей, я думаю, вполне правильно, точно, как и вытекает из теории, написал. Да, возможно, если она будет поддержана революцией на Западе. На пролетарской. Да, поддержана пролетарской революцией на Западе. Ну вот мысли сказать на пролетарской. Да, во-первых. Во-вторых, она вела речь об общине, и Маркс откликнулся на это. Что говорит, да, община русская, имелась в виду сельская община, она может явиться предпосылкой нового общества, если вот будет поддержана пролетарская революция, значит, на Западе. Поэтому, значит, вполне возможен этот вариант, что революция начнётся в одной стране и не где-нибудь, а в России. Маркс с Энгельсом обсуждали. Поэтому, как бы тут нету и никакой неожиданности по этому, что, мол, революция пошла не так. Так она пошла. Другое дело, что раз она пошла этим путём, значит, отсюда возникает следствие. Значит, не 50 лет, как если бы она случилась в развитых странах, а больше лет. А сколько больше? Не знаю, может быть, в 2, может быть, в 3, а может, в 4 раза больше, там, в 200 лет. А нам давала возможность открыть с ума-то? История дала нам возможность. Значит, так развиваться. Да, поэтому мы живём в нормальное время, время контрреволюции. Что значит время контрреволюции? Время контрреволюции – это время подготовки к революции. И я думаю, что сегодня, отмечая 140-летие, значит, со дня рождения Иосифа Сергеевича Сталина, мы готовимся к революции. Не в том смысле, что, значит, завтра там будем её делать, а в том смысле, что надо научиться. Вот сейчас время учёбы. Вот не случайно мы не то, чтобы как-то взяли и организовались, а нас жизнь просто втолкнула в этот Красный университет. Жизнь втолкнула. Мы пришли там к товарищам, товарищи начали учёбу, мы там что-то им помогли, и выяснилось, что нужно создавать основательную, стабильную, постоянную форму. Вот мы создали Красный университет. Посмотрите в интернете, сейчас масса всяких школ, там клубов, где постоянно обсуждают. Народ готовится. Народ наш грамотный, культурный. А буржуи, они тоже грамотные культуры. Они проучили в советских вузах, изучили политэкономию по Томиле Осивовне и по Сталину, и по Энгельцу, и по Марксу. Изучили политическую теорию, изучили философию. И нас на расстоянии знают, как и учил Маркс. Это вот помните, нас всё пугали. Не нужно нам партии. Это какие-то крайние левые. Они нехорошие, сталинистые, троцкистые, ещё там какие-то тунецы. Тогда, как Маркс говорит, в политических крайностях противоположные силы познают себя и готовятся к решительной схватке. К решительной схватке готовятся они в крайностях. Вот я и говорю, вычисляете крайнюю сейчас партию, левую, и вы упрётесь в самое глубокое сознание. Изучаете крайнюю правую? Чего? Можно вопрос? Ну? Скажите, пожалуйста, значит, что такое семейный кризис? Это не по теме. Не по теме. Если вы будете мешать ходу заседания, мы вынуждены будем вас удалить. Прошу вас больше голос не поднимать. Вот именно. Значит, Иосиф Серёнович, торопясь, выполняя завет Маркса и Ленина, Ленин тоже говорит, ну, уже 10-15 лет в 20-м году. То есть, на 35-й год это падало. Поэтому Иосиф Серёнович загодя прикидывает и на 16-м съезде докладывает, что основы-то социализма, ну, у нас, в общем, почти готовы. Тут осталось только вот решить вопросы там с крестьянами. А вопрос решается. Теперь на 17-м съезде тоже основы, в общем-то, построены. Конституция. Почему? Потому что экономическая основа вообще уже есть. То есть, социализм уже есть. И в то же время он не устает тут же повторять, что полностью окончательно он победит, когда революция произойдет и в развитых странах. Все время от капитализма отходят страны. Все время силы социализма пополняются. Но когда настанет этот момент, неясно. Поэтому мы должны готовить государство, армию, укреплять диктатуру Плетрета и так далее. То есть, весь тот набор, о которых вот вы и говорите. То есть, это противоречие. И оно решается конкретно жизнью. Вот Иосиф Серёнович, он решал это так. И я думаю, что он был прав. Обстановка этого требовала и содействовала. Например, вот в этих же проблемах мира и социализма. Иосиф Серёнович опять об этом вопросе он там рассуждал. И говорит, ну у нас рынок теперь не всерьёз ведь. У нас остались, конечно, товарные отношения. Но поскольку собственность общая, поскольку эксплуатации нету, поскольку, значит, там другие обстоятельства советские, поэтому не страшно товарность и товарные отношения. Как форма, не страшно. Но, как только Серёнович умер, да, буквально там через 10 лет уже эта форма сознания стала господствующей. И какой-то там либерман, и вынутый из кармана, значит, даёт нам буржуазную экономическую теорию, экономический курс буржуазный. Какой-то там, значит, недоумок Солженицын вдруг, значит, делается мировым писателем и нобеллиатом. Идёт целый вал сразу же против этого всего. Почему? Потому что люди буржуазного свойства, вроде Солженицына и Либермана и другие, и в начальстве такие были, они сразу этим воспользовались. А ЦРУ, я думаю, оно не просто ждало этого, оно активно этому содействовало. Вот, поэтому, как только появились вот эти вот раски, ЦРУ их кормила, поила, приглашала там, воспитывала и так далее, и тому подобное. Поэтому Сталин, с одной стороны, он имел данные, да, вот теперь Китай откололись от капитализма, вот Индия, дружественная страна. Ну, казалось бы, и всё. Можно говорить о том, что полностью окончательно. Но окончательный вывод, всё-таки Сталин такой не делает. Почему? Потому что не решены эти вопросы. Потому что развитые капиталистические страны, мало того, что они есть, они ещё объединяются в один кулак. Против кого? Против коммунизма. И мы сейчас живём в окружении консолидированного капитализма, которым руководят Соединённые Штаты Америки, которые понимают, что Китай не даст им спокойной жизни. Да и Россия рядом. Коммунизм здесь, значит, где-то в земле находится. Поэтому Жизинский говорит, мы будем воевать на территории России, против России и за её счёт. И мы видим, да, они воюют на нашей территории, они воюют против России в основном, потому что она была коммунистическая, где-то тут эти зёрна валяются, их надо потравить. И за счёт России. Поэтому народ нашей нищий. Но эти капиталисты собирают здесь дань, отсылают её на Запад, а наша экономика остаётся на бабах. Поэтому вспомним Ленина учиться, учиться и учиться. У нас ещё есть возможности, у нас ещё есть аудитории, у нас есть книги, у нас есть Тамила Осевна, у нас есть Михаил Васильевич Попов и многие другие экономисты и публицисты. Спасибо, браво! Браво! Субтитры подогнал «Симон»